25 марта в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» случился страшный пожар, который унес жизни 64 человек. С того рокового дня прошло ровно две недели. За это время сотрудники прокуратуры вместе со спасателями проверяют общественные места по всей России на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Сегодня пришло время Ивановского цирка. Представители надзорных органов начинают проверку с визита в кабинет директора, знакомят с документами. Затем, чтобы не терять время, вместе проходят к осмотру всех помещений. Начинают с административной части, туда доступ зрителям закрыт. Первое, на что обращает внимание представитель МЧС – низкая высота потолков на техническом этаже. Но это, скорее всего, не нарушение, а конструктивная особенность здания. Если это отражено в технической документации, то всё в порядке. А вот в электросчетовой первый недочёт. С датчиков дыма забыли снять защитную плёнку. Аналогичная ситуация в помещении для хранения реквизита. Нарушения сразу же устраняют. Ревизоры наведались практически в каждый уголок здания. Все огнетушители соответствуют требованиям. Запасные выходы в порядке. Планы эвакуации на местах. Тем не менее, официально заявить о выявленных нарушениях сотрудник МЧС отказался. Сперва необходимо тщательно изучить план здания на бумаге. Цирка у нас всегда ассоциируется с большим количеством детей. Поэтому проверка проводится особенно тщательно. Уделяется пристальное внимание путям эвакуации. А также внимание уделяется ещё возможности своевременной эвакуации животных. Полный перечень недостатков мы получим позже, когда нам предоставят информацию сотрудники МЧС. И уже по её результатам будут приняты акты прокурорского реагирования. За несколько часов до представления мы решили самостоятельно пройти по зданию цирка и оценить, насколько легко выбраться во время ЧП. Итак, вот центральный вход. Сюда проходят зрители. Давайте посмотрим, что здесь. Ну и первое, на что стоит обратить внимание, это ступени. Те, кто и был в цирке, понимают, что подняться по ним задача не из простых. Так, в случае чрезвычайной ситуации сотрудники цирка направят зрителей к нужным выходам. Они находятся не на первом этаже, а на втором. То есть эвакуация происходит через своё второе этажа. Все двери здесь. Двери открыты. И мы выходим. У входа в зрительный зал по 2 этажа висит план эвакуации. Давайте на него посмотрим. План достаточно простой. Можно понять, что на нём изображено. Однако, в случае чрезвычайной ситуации разобраться, куда надо бежать, будет достаточно сложно. После того, как зрители покидают зрительный зал, сотрудники цирка укажут направление. Вот здесь табличка «Выход». Мы спускаемся по лестнице вниз. Сегодня ожидается плановая эвакуация. Поэтому, прежде чем покинуть здание цирка, зрители смогут забрать свои вещи в гардеробе. Давайте проверим, можно ли выйти через эти двери. Я вижу здесь щеколду. Если открыть щеколду, дверь всё равно заперта. Дело в том, что они открываются исключительно во время представлений. По всему зданию цирка мы обнаружили несколько пожарных рукавов, огнетушители. Все они новые, чистые и опечатанные. Ключи, которые должны находиться на этом месте, отсутствуют как на пожарных рукавах, так и на огнетушителях. Вот мы снимаем пломбу. Аккуратно, чтобы не повредить её. И да, действительно, всё открыто. В это воскресенье в цирке дают представление. Правда, пройдёт оно не в самом обычном формате. Перед началом шоу зрители предупредили, что в конце их ждёт учебная эвакуация. Во время представления все запасные выходы из здания должны быть открыты. Максимум закрыты изнутри на щеколду. Как мы уже заметили, в цирке достаточно много подсобных помещений, административных комнат. Поэтому мы будем обращать внимание только на те места, где будут ходить зрители. Так вот, мы нашли ещё один выход. Зелёные таблички. Давайте откроем, посмотрим, что здесь. Здесь достаточно темно. Ну вот, дальше есть выход. Он закрыт на щеколду. Открыть её достаточно сложно, но можно. Вот, мы вышли из здания. Все запасные выходы во время эвакуации должны быть открыты. Эта створка закрыта. Я думаю, что сотрудники цирка откроют её, когда придёт время. Сейчас мы с вами зайдём в зрительный зал. Правда, там достаточно темно, идёт представление. Поэтому много снимать мы там с вами не будем. Дорогие друзья, внимание, внимание! Учебная пожарная тревога! Прошу строго соблюдать указания наших работников. Без фоники. Покиньте, пожалуйста, зрительный зал через поэ второго этажа. Без фоники. Спокойно. Следуйте указания наших работников. Ну что ж, как видите, зрители достаточно оперативно покидают здание цирка. На то, чтобы это сделать, есть 9 минут. Все двери открыты. Стоит отметить, что во время учебной тревоги животных решили не эвакуировать. Эвакуируются только зрители, артисты и сотрудники цирка. И вот охрана просит выйти и нас. Пойдёмте посмотрим, что происходит сейчас на улице. Люди достаточно быстро покидают здание. Уже почти никого нет. По некоторой информации сейчас на эту площадку должны приехать кареты скорой помощи и спасатели. Вот только что мне удалось поговорить с администрацией цирка. И они недоумевают. По какой причине на этой площадке сейчас нет карет скорой помощи, полиции, прочих служб. Потому что мало того, что администрация предупреждала о том, что будут проходить учения, тем не менее никого нет. Непонятно. Вот, кажется, едет одна машина полиции. Вот она заезжает сейчас на площадь. Как-то очень скромно, я бы сказал, неспешно. Наверное, это меры предосторожности, чтобы не повредить случайно жителей. По легенде, пожаром. Нимый очаг возгорания здесь, на заднем дворе цирка. Вот вовремя подъехали пожарные. Они, судя по всему, уже сделали свою работу. И вот ещё один пожарный расчёт. Он, кажется, уезжает уже. Около пяти минут потребовалось, чтобы все зрители и артисты покинули здание цирка. Об этом нам сообщил сотрудник МЧС, который курировал сегодняшнюю эвакуацию. По предварительным данным, можно сказать, что наш цирк соответствует требованиям противопожарной безопасности. Максим Серебряков, РТВ, Иваново.